всем огромнейший огромнейший привет я очень рада что вы зашли на мой канал что вы будете смотреть моё видео кому интересна тема сегодняшнего обзора это будет линеечка т.д. от 3 классические аромата для меня они новинка и так благодарю всех присоединяйтесь к просмотру я себе заказала недавно ароматы today tomorrow always это такие как говорят избитые ароматы эйвен но я благодарна что для меня они оказались не избитыми в общем-то сегодня я хочу вам поведать свои ощущения и факторные восприятия вообще этих ароматов что они для меня стали за эту неделю почти неделю где-то дней 5 ну конечно же прочитав множество отзывов множество разборов и конечно же я немножко посмотрела на youtube отзывы вообще за многие года люди их обозревали я очень рада я очень рада что аромат today оказался для меня абсолютно новинкой и я оказалась числе любителей этого аромата начнем с того что мне очень понравился дизайн их вообще как сделаны эти баночки как они классно по кончики держать в руке как-то вот приятно очень пользоваться вообще таким парфюмом за ту цену которую мне вышел меньше 500 рублей за флакончик я брала их наборе считаю что это вообще одно из моих лучших приобретений за последнее время так но по пирамидке аромата аромата старый вы его четвертом году выпущен парфюмер оливер крест конечно же наверняка вы все смотрели уже все тысячи обзоров но вот я рада я рада что я наконец-то приобрела его себе для меня аромат незаезженный для меня аромат оказался из этой троицы самый вкусный здесь заявлены белые цветы тубероза аромат зеленый аромат мускусный аромат цитрусовый что пирамидки здесь это белая фрезия кактус stefanotis что такое stefanotis это тоже такой белый цветок к сожалению я не знаю как он пахнет по-настоящему в средней нотке здесь тубероза апельсиновый цвет гибискус стрелиться бд у меня одна подруга очень любит этот аромат и когда она мне о нем рассказывала она говорила всегда что он пахнет я жасминчиком и для меня стало удивлением что в пирамиде вообще жасмина нет он какой-то для меня такой мягкий какой-то медовый он какой-то такой женственный приятный для меня этот аромат абсолютно не избитый я рада кстати что вот сейчас я попробовала что он для меня не избитый и как будут говорить люди что он какой-то заезженный какой-то типичный там узнаваемый вот для меня вот он будет новинка в базе здесь белый кедр древесные ноты роза водные ноты мускус безумно приятный аромат очень меня никак не душит он нереально шлифит он классно держится он у меня продержался все дни вообще на моем шарфике всем и снега не было я его носила сейчас у нас выпал снег очень 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 даже не знаю какими найти еще слова просто чтобы описать в общем я оказалась очень опять же берите это слово я оказалась рада что я купил этот аромат классно оформленной коробочке довольно прямо вот вот так следующий аромат для меня tomorrow я почитаю нотки по моему тоже там оливер крест парфюмер древесный сладкий свежий пряный бальзамический пудровый фруктовый теплый пряный бело цветочный фужерный и амбровый этот аромат на моей коже как очень удивительно для меня оказался не стойкий вот так я нанесла его и буквально часа через три перестала его чувствовать на себе причем это полноразмерный флакон это не пробник и этот аромат и я в нем чувствую тут написано в пирамидке персик бархат перец пачули и малина указано малина в основных нотках но я так немножечко чувствую для меня все таки это какой-то амброво-древесный аромат сандалово амброво древесный потому что здесь есть розовое дерево сандал апельсиновый цвет очень красивый тоже аромат персик бархатцы перчик пачули я чувствую в нем вот эти наверное бархатцы такая какая-то вот пыльца такая шероховатая вкусная этот аромат мне тоже очень понравился он для меня не сладкий он для меня такой окутывающий очень приятный такой но в нем себя не чувствуешь как-то прям по девичью он такой серьезный такой довольно сладкий амбровый такой приятный древесно амбровый аромат с бархатцами вот что-то такое вот так как я сейчас отношу получается в снежочек и навряд ли летом мне понравился но сейчас прям я рада что я все-таки созрела для этих духов парфюма и взяла себе в общем-то они будут у меня в коллекции очень-очень я довольна сандал амбра розовое дерево белый мускус это в базе мне понравился этот аромат меньше всего мне понравился в этой коллекции из трех always и у него тоже такие я почитала отзывы что раньше был какой-то другой always я к с ним к сожалению не знакома и так этот отмечу очень красивые пакончики приятные тяжелое такое стекло сделаны под одну стилистику вот эти значит здесь толпачки держать конечно одно удовольствие этот аромат я вот читаю написано розово-цветочный свежий древесный цитрусовый пудровый бело цветочный ванильный фруктовый и сладкий парфюмер тот же все у нас оливер крест это у нас восемнадцатого года сделана водичка то есть новая сейчас 20 год верхние ноты здесь не роли слива и бергамот я пожалуй сейчас обновлю потому что я уменьшу всех поносила из этих трех по первым ноткам он не очень нравится он такой цветочный нежный абрикосы ваниль я не чувствую и так по верхним нотам не роли слива бергамот не роли чувствую такая зелень слива бергамот чувствую слышу очень приятным он такой кремовые он такой розовый вот так как-то намешан знаете для меня он пахнет какой-то кремовой отдушкой и на первый раз когда его нанесла я немножко его не поняла он какой-то такой животными показался вот мускус есть этот мускус интересном так база а вот даже интересно что здесь мускус ты не заявлено но я почему-то здесь как будто бы его ощущаю такой животный какой-то оттеночек но в целом он такой цветочный роза пион цветок мандарина в базе здесь сандал ваниль и абрикос вот абрикос я как-то вообще не чувствую в целом аромат для меня такой наверное домашний и какой-то такой прозрачный шелк шифоновый что ли как это сказать как ткань такая какой-то вот как пенюарчик такой в отделе на себя у нас а как бы обволакивает и такое что-то близко очень кожи сидит как сказать ну такое я не думаю что он какой-то шлейф будет давать я его сейчас носить пока не буду я вот ложу до мая до весны или же на апрель вот что-то такое когда будет у нас тепло больше зелень попробую его разносить в тот время года но я все равно оставляю его себе с полной гордостью что он у меня есть я все-таки довольна этим ароматом я не пожалела что приобрела эту линейку но вот на дан момент он из этих трех на последнем месте на первом же конечно today и в заключение еще хочу сказать что у меня есть снятый аромат называется он in love сейчас у меня нет флакончика он у меня далеко от дома и не смогла себе на обзор его взять это аромат с лилией цветочный свежим мускусные белые цветы и акватический мягкий пряный фруктовый он снят с производства хотя он 16 году был сделан значит там идет не роли гранат водяная лилия тюльпан пион вот этот аромат для меня вообще очень странный тоже оказался и и получила в подарок за что-то по какой-то акции он пришел мне целый год я вообще не могла его никак носить но сейчас я прочитала что он снят и многие его ищут и аромат очень сильный оказался несмотря на то что он такой розово цветочный вроде как там очень сильная такая лилия слышно прямо очень и в остатке она кислит но в целом я тоже рада что у меня есть этот аромат и я себе закажу в первом каталоге амур и также у меня еще есть миниатюрки daydream и когда я в совокупности соберу хотя бы более-менее еще я буду снимать потом ароматную косметичку декабря на все как бы ну что ты соберу себе на декабрь наверняка там будет и today и tomorrow это да я уже поношу их месяц и там больше и расскажу вам наверно тогда тоже уже более сложившееся свое мнение но на сегодняшний момент любимчиков я себе выбрала и конечно же today мне нравится еще раз повторюсь я рада что он для меня не заезженный и что кто-то будет нам его узнавать мне абсолютно все равно я в нем чувствую все таки какой-то медовую сладость такую липовую и вот как подружка вага джасмин которого здесь нет я почему-то тоже в этом чувствую очень рада что я себе купила их тем более за эту цену ну в общем спасибо всем большое что вы посмотрели мое видео я сейчас буду закругляться пойду сейчас нанесу пару пшиков today и буду проводить прекрасно сегодняшнюю субботу надеюсь вам было приятно посмотреть мой обзор напишите свои комментарии какой из этих ароматов нравится вам разносили ли вы always или же он тоже вам не очень нравится или нравится будете ли вы брать амур следующих каталогах в первом у нас будет и стоит ли его брать там в 30 миллилитрах мне тоже интересно но я все-таки думаю что я его возьму со странички мне он уже понравился вот такой был мой обзор всем спасибо всем до скорых встреч не болейте всех обняла